Приветствую зрителей канала Форнаксфилм. Сегодня я в гостях, нахожусь на площадке завода НМК, в их торговой точке. И я пришел сюда не случайно. Дело в том, что банные печи Сибирь, чугунные банные печи Сибирь набирают бешеную популярность. Но еще, я думаю, заинтересуют наших покупателей и наших зрителей, зрителей канала Форнаксфилм, чугунные печи-камины производства новосибирского завода НМК. И за разъяснениями, что это за печи, как они работают, из чего они изготовлены, я приехал к ним в гости. Мне сегодня будет помогать в обзоре этой линейки Алексей, сотрудник компании НМК. Здравствуйте. Давайте тогда начнем с маленькой, потом пробежимся по всему модельному ряду и обязательно вернемся, чтобы посмотреть на новинку чугунную печь ПМЧ-10. Очень интересная, я думаю, нашим зрителям будет она. Здесь у нас пока представлено 5 моделей чугунных печей производства Новосибирской металлообрабатывающей компании. Все эти печи участвовали на выставке. Здесь у нас представлены печи-камины Сибирь-6, Сибирь-7, на которых мы тоже поподробнее остановимся. Также печь-отопительная варочная Сибирь с варочной поверхностью. Новинка печь чугунная ПМЧ-10С. Это мы ее сейчас подснимем отдельно. Да. Ну и самая большая... Ну и самая большая это печь-камин чугунная Сибирь-10. Ну, по Сибири видно, что явно вдохновлялись западными образцами при ее изготовлении. Но в чем же радикальное отличие от того, что уже представлено на рынке? Ну, начнем с того, что это производство наше, местное. Соответственно, здесь уже отсутствуют транспортные расходы и так далее. Качество, оно ничем, материалы чугуна не отличаются от европейских. Также по своему функционалу, дизайну. То есть она нисколько не уступает. Нет ни одного отрицательного отзыва, только положительный и так далее. Есть также обратная связь от клиентов, которые уже владеют и эксплуатируют подобные печи. А какой чугун используется? Ну, как правило, здесь используется чугун СЧ-10, СЧ-20. Одно из явных отличий, это то, что в оформлении вы используете такую патину, блестки. Ну, я думаю, что такого некий шарм добавляет этот цвет. Как-то разнообразит черноту всю модельного ряда. Это самая большая. Она для какого объема помещения рассчитана? Ну, она вообще идет на помещение от 150 до 200, 200 с небольшим кубометром. Ну, в основном, конечно, я думаю, такие вещи покупают для того, чтобы не только обогреваться, но еще любоваться на огонь. Да, в первую очередь, на мой взгляд, такие подобные печи люди все-таки покупают для красоты, для комфорта, для эстей. Уже во вторую очередь отопление. Тройное остекление, насколько оно эффектно выглядит вживую? Вживую оно выглядит достаточно эффектно, то есть получается как бы небольшой панорамный обзор. Давайте все-таки, раз мы стоим возле Сибири 10, про органы управления посмотрим, что за что отвечают. Здесь две ручки, одна сверху, другая снизу. Нижняя задвижка, она отвечает за подачу воздуха под колосник, то есть для горения непосредственно. А верхняя заслонка, это так называемая система чистое стекло. Ну, собственно, она в разных конфигурациях присутствует практически у всех печей. То есть здесь можно не бояться, что стекло закоптится, достаточно будет просто приоткрыть на время эту створочку и при активном горении стекло самоочистится. Да, да, за счет того, что из помещения попадает холодный воздух в топочную часть, а поскольку там температура большая, то есть, соответственно, получается воздух под этот низ холодный, получается воздушная завеса. Ну, срок службы у таких печей, я думаю, это десятки лет. Десятки лет, я думаю, да, в зависимости от того, как часто эксплуатируется эта печь, ну, я думаю, ну, не меньше тридцати лет. В десятки такой интересный очень колосник, довольно объемный, и сразу у него есть элементы, предотвращающие выкатывание дров, чтобы они случайным образом... И так далее, так называемые зубы, ну, люди по-разному их называют, то есть, допустим, у других печей-каминых он, ну, вот, взгоним даже сторонних производителей, то есть, присутствуют вот такие вот вставки. Они зачастую съемные, здесь, допустим, уже реализованы непосредственно в конструктиве самого колосника. Ну, обзору это нисколько не мешает, скорее даже наоборот, добавляет тоже некоторую изюминку. Так, а это вот нержавеющая пластина, это... Да, это вставка. Это сделано для того, чтобы продукты горения, то есть, ну, попросту дым, да, он уходил сразу же под бонем, то есть, захватывает все. А, кстати, да, вот в закрытом виде абсолютно не мешает, абсолютно не мешает обзору. Давайте... По дверям перекрывается. Давайте перейдем уже к младшим версиям. Вот это вот варочная Сибирь, тоже она до 120 кубов помещения рассчитана. Порядка 120 кубометров, на ней уже присутствует варочная поверхность для тех, кому это актуально, что-то приготовить, разогреть и так далее. У нее уже свой другой дизайнерский вид. Также присутствуют у нее заслонки системы чистого стекла. Уже достаточно простой чугунный колосник. Узольный ящик, достаточно мобильный для дровяного печи. Алексей, есть ли какие-то ограничения, или даже не ограничения, а рекомендации по тому, как пользоваться чугунными печами? Как правильно их топить? Когда печь находится на какой-то даче, минусовые температуры, да, то есть, при первой растопке не нужно закладывать, то есть, человек приехал, разделся, даже не разделся, он начинает, в первую очередь, полную топку дров накладывать, разжигать. Этого делать ни в коем случае нельзя. Укладывается небольшое количество дров, 2-3 полема, какие-то щепки, я не знаю. То есть, нужно слегка разогреть сам чугун, как только он начинает чуть греться, тогда уже можно подавать топку. Для чего это нужно? Ну, это свойство чугуна, да, то есть, при минусовых температурах, если дать резко температуру, есть вероятность, что чугун в каком-то месте может лопнуть. То есть, всегда даем температуру плавно. Если, допустим, в стальных печах это не происходит, то у чугуна это... Это редко, но это может случиться, поэтому при покупке этого печи, когда мы слышим, что человек на даче, он приезжает на выходные, зимой и так далее, то есть, обязательно предупреждаем. То есть, торопиться не надо? Не надо, то есть, небольшое количество дров, щепы, просто чтобы она стала чуть-чуть теплой. То есть, дать температуру плавно после этого уже можно смело набрать. Алексей, ну, несмотря на то, что продукция мне вся ваша нравится, я нашел в ней один недостаток. И недостаток этот, это большой выбор, потому что выбор, как мы знаем, делает человека несчастным. Ну, вот, например, на небольшие помещения, лично вы, что бы посоветовали взять? Коротенькую печь Сибирь-7, либо же печь Камин Сибирь-6, либо, может быть, действительно взять просто отопительную варочную печь Сибирь. При выборе печи всегда, от чего мы отталкиваемся? То есть, я не могу, допустим, сходу человеку сказать, берите вот это, да. То есть, мы выясняем, во-первых, какая кубатура, какие требования к этой печи. Ну, про эстетику мы уже говорили, да, там, какая температура нужна, кто-то хочет, скажем так, на этой даче ночевать и так далее. То есть, здесь это все индивидуально. Если, допустим, человеку принципиально, у него нет каких-то возможностей готовить там на газу, на электричестве, то есть он принципиально варочная поверхность. Соответственно, вот эти вот печи, они уже частично обходают, то есть предлагаем уже варочную поверхность. Опять же, у кого-то не хватает каких-то габаритов при монтаже, то есть есть какие-то технические условия. Если, допустим, у человека бывают такие ситуации, да, у человека небольшое помещение, ну, у него есть принципиальное требование, чтобы печь в сжатые сроки ему натапливалась. Конечно, тогда мы уже, ну, с хорошим запасом по мощности, допустим, можем предложить такую. То есть, да, достаточно мощная, то есть он в кратчайшие какие-то сжатые сроки, ну, конечно, зависит от теплопотерь помещения, может нагнать ему нужную температуру. А дальше он уже сам по одному-два полежка подкидывает, подержит гореть. То есть это все индивидуально. Ну, то есть при всех равных условиях, допустим, если мы ставим перед собой цель просто купить красивую печь, красивый камин, даже не для отопления, а просто для созерцания пламени, то здесь уже человеку нужно печь полюбить глазами, да, то, что понравится, то, по сути, и он приобретет. Ну, как у продавцов, как у производителей, нет такой цели продать какую-то печь. Есть цель отдать человеку именно то, что ему нужно. Именно ту печь, чтобы он завтра пришел, привел друзей. Зачастую так и случается, что действительно печь, она его полностью устраивает, он получает от нее то, что он от нее ждет. Вот, поэтому, как бы, это все индивидуально. Еще одна особенность у всех отопительно-варочных печей и печей-каминов, у младших модификаций, которые на примерно 120 кубов рассчитаны, у них выход дымохода находится в верхней части печи, что порой не очень удобно. Но я знаю, что у вас вышла новинка, печь, у которой может выход дымохода идти как наверх, так и с тыльной стороны. Давайте все-таки перейдем к ней. Давайте. Да? Да. Универсальность дымохода. Ну, вернемся к печи, к нашей новинке, к чугунной печи ПМЧ-10С. То есть, она, скажем так, во многом схожа с отопительно-варочной, но единственное, что здесь уже, кроме дизайна конструкторского, самой дверки и так далее, здесь уже присутствует универсальный дымоход диаметром 130 миллиметров. Он может устанавливаться как в вертикальном положении, так и в горизонтальном задней части. То есть, снимается заглушка, переставляется патрубок, и дымоход уже, допустим, для того это актуально, это нужно, выводит, допустим, очередь. При подготовке к ролику вы мне указали на одну очень интересную особенность. К этому дымоходу можно подключить разные типы труб. Либо 115-го диаметра, и она войдет внутрь, то есть, можно будет ее подключить по конденсату, либо 130-го. Да, мы сейчас это покажем. О, отлично. Допустим, вот у нас есть небольшой патрубок 115-го диаметра. Мы по конденсатуру можем установить в этот патрубок. Ну, соответственно, как и все. Все очень ровненько, красиво и так далее. Дальше уже также по конденсатуру мы собираем уже выбранный клиентом дымоход. Берем уже патрубок 130-го диаметра и ставим вот на этот же выход, так называемый, под дымоход. Дальше уже переходники и идет уже выбранный диаметр дымохода. Очень удобно. Алексей, ну, несмотря на то, что печь ПМЧ-10, она довольно компактная, но я ее попробовал сдвинуть с места и понял, что она крайне тяжелая. Какая у нее масса? У этой печи масса порядка 100 килограммов. То есть, по массе можно судить о том, что стенки довольно толстые у этой печи? Да, стенки у этих печей, которые мы рассмотрели, идут порядка 10 миллиметров. Что касается комплектации стеклами, на всех этих печах идут термостойкие стекла Робокс толщиной 4 миллиметра. Также остановлюсь на этой печи, у нее довольно-таки большой, как и на отопительной варочной Сибири, зольный ящик. Дрова можно загружать сюда. Отлично. Порядка 43-х, смело, порядка 43-х сантиметров. Ну что ж, Алексей, спасибо большое. Я думаю, что все нюансы мы с вами обговорили. Благодарю за экскурсию по вашему оборудованию. Желаю крепких, хороших продаж. Я думаю, что в Сибири эти печи будут очень востребованы. И, в принципе, мы уже сейчас в магазине Форнакс можем судить о том, что действительно большой интерес вызывают печи, произведенные именно в Сибири. А по всех этих печах вы подробнее можете узнать на сайте fornax.ru. Там же вы найдете новинку, печь PMC 10S. Обязательно обратите на нее внимание. У нее очень интересная цена. И, я думаю, хорошее большое будущее. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Счастливо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok